Привет! В прошлом видео мы с вами рассмотрели, как полностью отключить антивирус от Microsoft и один зритель отметил свои наблюдения. Defender режет производительность на 8-11 поколениях процессов, сам проверил на i5-11400, SignBench R23 набирает 10122 балла, а было 9500+. Меня это заинтересовало, неужели антивирус забирает на современных мощных компах аж 600 пунктов бенчмарки? Это в данном случае 6% производительности. Поделитесь вашими мыслями на этот счет в комментариях, а я поделюсь с вами своим экспериментом, в котором я замерил показания бенчмарка до и после отключения антивируса, а также использования оперативной памяти. Будем делать проверку на ноутбуке с процессором 11-го поколения i5-11300H и 16 ГБ оперативной памяти. И сначала сравним результаты в бенчмарке SignBench R23. Эта программа хорошенько нагружает процессор математическими вычислениями и показывает производительность. В принципе эти результаты можно прямо переносить на игры или требовательные программы. Чем больше производительность процессора, тем быстрее они будут работать. Я жду несколько минут, чтобы система пришла в спокойное состояние и была минимальная нагрузка фоновых процессов и служб. Замеряю не один раз, а минимум три, чтобы уменьшить погрешность и выбираю максимальный результат. Итак, вот первые результаты. До отключения защитника Windows было 5737 очков, а после 5887. Прибавка 150 баллов или 2,6%. В тесте нашего подписчика прибавка составила около 6%, значительно больше. Может быть не была соблюдена частота эксперимента и какие-то процессы работали в фоновом режиме в первом случае. Не знаю. Было бы интересно проверить это на других компьютерах. Поэтому, друзья, если вам тоже интересно, сделайте такой эксперимент. Benchmark SignBench R23 бесплатный, простой. Ссылочку оставлю вам в описании. А в прошлом ролике вы найдете инструкцию, как отключить антивирус. Ссылочка будет там же. И напишите в комментариях, какая разница получилась у вас. Еще в описании будет третья ссылочка на сайт uLaptop, где мы собрали лучшие предложения по лицензионным кодам на Windows, Office, Google Диск и другие сервисы и программы. Но у нас есть еще один эксперимент с диспетчером задач. До и после отключения Windows Defender после загрузки компьютера мы подождали несколько минут и замерили потребление системы оперативной памяти. И вот что получилось. До отключения на данном ноутбуке потреблялось 5,5 ГБ. Уточню, что это не чистая система. Тут еще некоторые программы, необходимые мне для работы, которые запускаются в автозагрузке. После удаления 4,8 ГБ. Кстати, тут можно увидеть, что во втором случае процессов работает даже больше, так что при отключении антивируса освобождается более 700 МБ оперативной памяти. Обратите внимание при полном отключении, как мы это делали в прошлом видео. Получается такая цена антивируса от Windows. 700 МБ оперативной памяти и 2,5% производительности. Существенно ли это для ваших потребностей? Все индивидуально, так что решайте, нужен ли вам этот антивирус. В целом, я рекомендую вам его использовать, особенно если у вас не очень много опыта в этой сфере. Спасибо за просмотр этого видео. Смотрите другие наши ролики, в том числе тесты на производительность разных версий Windows. До новых встреч в эфире.